всем привет друзья с вами варчик давно не записывал видосики поскольку болел вот вроде более-менее выздоровел поэтому делюсь с вами новым видосиком взял на объект 2683 отметки поэтому настало время про него поговорить заказали на этот замечательный танк отметочки я их взял в общем и целом не так уж долгая на нем играл чтобы взять эти отметки но не сказал бы что все было радужно знакомиться с танком начинаем с брони как обычно в лд на 135 миллиметров под углом 60 градусов получается приведен киноз 240 230 250 здесь у нас рикошетный такой вот треугольничек окошко там мехвода триплексы фигиплексы нлд у нас 135 миллиметров под углом 57 градусов приденки получается 220 миллиметров примерно ну и рубка рубка у нас конечно потолще тут 187 миллиметров но 187 миллиметров она вся такая вот кривая непонятная с изгибами и переведен к скачет 187 300 350 250 в общем и целом пробивается она не сложно и толстых мест на самом деле мало вот тут такие вот скосы есть вокруг орудия это с одной стороны больше тут такая шишка с другой стороны вообще просто дыра пробивая не хочу на самом деле пробивается танк легко плюс еще лючок у нас 125 миллиметров и крыша тоже пробивается но крышу редко стреляют на самом деле очень толстые фальшборта всякие и экраны здесь принципе броня у танка есть но пользоваться ей крайне сложно и танкует он в основном только когда повезет итак давайте поговорим теперь про объект 268 оборудование на нем у меня стояла досылатель вентиляция и прицел все оборудование трофейная многие катают конечно этот танк с турбиной всякие там статисты я конечно же понимаю что есть люди которые играют на нем сетка рога и по кайфу стоят в кустиках но все же досылатель вентиль и прицел дают хоть иногда возможность немножко активнее поиграть в активном бою сетка рога вообще никакой пользы не дают какие приятные моменты у объекта 268 это конечно же пробитие бэбэшкой почти 300 пробитие кумулятивом почти 400 это хорошая маскировка с прокаченной полевой модернизации там получается то ли 40 то ли 45 маскировка у танка в общем есть пробитие есть но так грубо говоря по сути большего танка ничего и нет все остальное грубо говоря это минусы во первых увн и минус 6 градусов это очень отвратительно играть на пт без башни у тебя рубка пушка не опускается она к слову даже и не особо той поднимается углов горизонтальной наводки тоже мало приходится постоянно ворочаться на этом драндулете заново сводиться сведение у танка не молниеносная стабилизация к тому же еще тоже отвратительное если мы едем и останавливаемся хотим стрельнуть сведение начинается с очень огромного круга и происходит все это очень долго комфорт стрельбы в общем и целом можно характеризовать как ужасный просто отвратительная стрельба так еще и скорость полета снаряда очень маленькая снаряды постоянно летят навесом и не дай бог во время стрельбы особенно вдаль ты наведешься не на силуэт не на контур врага игра подумает что ты хочешь стрельнуть куда-то дальше за врага снаряд соответственно полетит навесом чтобы туда долететь и просто улетит нафиг вверх и все ты не попадешь в едущие танки стрелять вообще нереально постоянно приходится ждать пока враги остановятся иначе шансов попасть практически нет стрельба максимально отвратительная нет удобства вообще никакого подготовка к стрельбе занимает много времени неудобно да и сама стрельба отвратительная а это пт сау без башни да и в целом в игре стрельба это основное занятие чем мы занимаемся каждый бой а но у этого танка находится на отвратительном вообще уровне и уже на этом этапе можно в принципе забраковать этот танк целиком и полностью на нем даже планка на три отметки одна из самых слабых 3750 или 3700 это предпоследнее место самого дна среди пт-10 хуже только у бабахи но на мой взгляд даже бабаха имеет какой-то уникальный геймплей да от нее пригорало у меня но на ней от ряд метки взял и в этом был какой-то прикол там был какой-то геймплей у бабахи есть своя изюминка свой какой-то стиль свои невероятные моменты в бою как и хорошие как и плохие и это что-то свое неповторимое никем никакой другой танк не даст вам таких ощущений от игры как бабаха а вот объект 268 он абсолютно пресный неинтересный неудобный неприятный ничего в нем уникального я не вижу это просто тупой гроб с палкой которая криво стреляет еще и неудобно маскировка да есть но по сути на коридорных картах в быстрых боях особо этой маски рук а не всегда получается воспользоваться даже если она прокачана там на максимум но есть она и есть ну врагов тоже могут быть большие обзоры стоять какие-нибудь командирские приборы обзорные еще там что-нибудь колесники всяким антикоры и так далее и ваша маскировка просто типа ну есть и молодец единственный плюс реальный у объекта 28 это скорость поэтому я и не понял зачем на него ставить турбину чтобы еще быстрее ехать хотя он и так очень быстро ездит но только ездой врагов не убьешь если пушка абсолютно отвратительная поэтому вердикт по танку такой он очень невзрачный блеклый не интересные не имеет никаких вообще фишек изюминок он не интересен неудобен неприятен он слабый очень плохой кривой в стрельбе и по сути одна из самых слабейших планок на три отметки и эта планка заслужена так низко поскольку танк слабый реально на нем тяжело процент побед держать на нем тяжело повлиять на бой исход боя вообще иногда от вас не зависит на этом корыте я настоятельно не рекомендую играть на этом танке не рекомендую его качать играть накатывать на нем бои и отметки брать и так далее танк крайне неудобный неприятный блеклый слабый к тому же скорее всего вы будете держать на нем низкий процент побед я на нем сыграл 117 боёв 52 процент побед средний урон 3400 чего вполне хватило чтобы взять три отметки выдающимся результатом это не назвать но танк в принципе на них и не способен да в хорошем с этапе с хорошими боями иногда можно что-то настрелять но это скорее совпадение воля случая скорее везение да можно стараться на нем что-то там пыхтеть пытаться но в любом случае повлиять на исход боя крайне сложно и танк в целом вообще не нужен ни для рандома не для вашего ангара лучше даже не пробовать на нем играть ничего интересного он вам не принесет да знаю некоторые игроки любят этот танк но скорее всего из-за того что они не пробовали большинство остальных хороших танчиков у них возможно мало танков в ангаре у меня все десятки в ангаре есть все ветки прокачаны я знаю о чем говорю этот танк абсолютно слабый возможно как раз таки ваша статистика и плохая из-за того что вы на таких танках играете вот в принципе весь вывод по этому объекту 268 пишите свое мнение в комментариях ставьте лайки с вами бы варчик играйте красиво всем пока удачи а и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...